Эта часть нашей программы будет о немаловажном этапе становления этих земель, а именно о времени существования Украинской Советской Социалистической Республики. Мы вернемся немного назад, чтобы посмотреть, какие трансформации происходили с бывшими республиками СССР. Сегодня украинские националисты любят называть Украину самой крупной страной в Европе. Действительно, ее территория составляет 604 тысячи квадратных километров. В то время, как, например, площадь Франции всего 547 тысяч. Однако, надо понимать простую вещь. Заслуги самой Украины в расширении ее территории, по сути, не было. Каждый, знающий историю Украины в пределах курса общеобразовательной школы, понимает, что сказки, которыми кормят украинцев, не могут долго работать. Украинские националисты любят называть Украинской Советской Социалистической Республики. Как государство Украина появилась достаточно случайно. Одна возникла в ходе Первой мировой и гражданских войн, как республика с государственными претензиями. Границы Украины определялись фронтами размещения армии. Восточная граница фактически совпадает с фронтом немецко-австрийской армии во время Первой мировой войны. Другие же границы определялись в ходе гражданской войны. Последнее изменение границ – это хрущевская акция по дарению Украины Крыма и части прилегающих территорий. Украинская Советская Социалистическая Республика до 1922 года – формально независимое государство, одно из государств-основателей Советского Союза, союзная республика в его составе. С 1919 по 1937 год официально именовалась как Украинская Социалистическая Советская Республика. История УССР началась после первого Всеукраинского съезда Советов, созванного по инициативе большевиков, которые рассчитывали на мирное поглощение Украинской Центральной Рады съездом Советов и провозглашения на Украине советской власти. В декабре 1917-го и январе 1918-х годов советская власть была установлена в ряде промышленных центров Украины – Екатеринославле, Одессе, Николаеве и на Донбассе. До конца января 1918-го года при поддержке российских советских войск и красногвардейских отрядов власть украинского советского правительства распространилась на все Левобережье, Крым и часть правобережных городов. Однако весной 1918-го года советская власть на Украине была подавлена немецкими и австро-венгерскими войсками, которые заняли ее территорию по соглашению с Украинской Центральной Радой. В декабре 1917-го, в феврале 1918-х годов на территории Украины также были провозглашены Донецко-Криворожская Советская Республика и Одесская Советская Республика. 17-го, 19-го апреля 1918-го года на Втором Съезде Советов все советские республики объединились в Украинскую Советскую Республику со столицей в Харькове и революционным правительством, народным секретариатом. Украинская Советская Республика входила в состав Российской Советской Республики, которая провозглашалась как Федерация Советских Национальных Республик. Однако уже к апрелю 1918-го года под давлением австро-германских оккупационных войск, вошедших на Украину по соглашению с Центральной Радой, украинские советские войска были вынуждены покинуть территорию Украины, и Украинская Советская Республика фактически прекратила существование. С 1917 по 1921 год никакого государственного строительства на Украине практически не велось. Шла борьба за власть. Каждый пытался отхватить себе кусок и по возможности взять под контроль Киев, а потом отбиться от конкурентов. Все декреты, приказы и прочие документы одной власти моментально теряли силу, как только приходила другая. Кто же создавал Украинскую Советскую Республику? Большевики. Победив в гражданской войне, они начали строить систему государств. Точнее, систему республик. А все советские республики создавала одна группа людей, одна политическая сила, одна партия. Концепция интернационала и мировой революции предполагала, что весь мир превратится в систему советских республик и наступит эпоха процветающего коммунизма. Также были провозглашены самостоятельными автономиями Бессарабская Советская Социалистическая Республика и Галицийская Советская Социалистическая Республика. Однако вскоре эти территории оказались вне УССР. Большевики получили власть и принялись думать, как устроить государство советское. А думал тогда в основном Ленин, Свердлов и Троцкий. Сталин же в то время еще не принимал принципиальных общегосударственных решений. Ленинская политика вплоть до конца 1917 года сводилась к тому, что территория современной Украины, само собой без Галичины и Закарпатча, рассматривалась большевиками как три различных края. Донецко-Криворожская область, Юго-Западная область и Юг. В итоге, как вам известно, на территории нынешней Украины были образованы несколько советских республик. Донецко-Криворожская, Одесская Республика, Республика Тавриды и, собственно, Украинская Советская Республика. Социал-демократ Николай Скрипник, ставший идеологом дикой советской украинизации, приложил максимум усилий для того, чтобы правдами и неправдами убедить Донбасс объединиться с ЦИК Украины. На четвертом съезде Совета в Донецко-Криворожской области, провозгласившем создание ДКР, Скрипник, уговаривая не создавать республику, от имени руководства Советской Украины торжественно провозгласил. Выделение Донецкого бассейна означало бы подрыв советской власти и усиление Генерального секретариата. Автономия необходима, но как часть, входящая в состав Украинской Федерации. Тот регион, который теперь принято называть Востоком Украины, категорически отказался от вхождения в состав Украины. Скрипник стал забрасывать Москву жалобами, а Донецко-Криворожских товарищей – обещаниями автономии и федерализации в случае их присоединения к Украине. 7 марта 1918 года Скрипник присылает Харьков телеграмму, текст которой в тот же день был в экстренном порядке официально одобрен Центральным исполкомом Советов Украины. В этой телеграмме Скрипник от имени Советской Украины, убеждая Донецко-Криворожскую республику, примкнуть к Украине торжественно клянется. Первое. Мы никогда не рассматривали Украинскую Советскую Республику как национальную республику, а исключительно как Советскую Республику на территории Украины. Второе. Мы никогда не стояли на точке зрения полной независимости Украинской Народной Республики, рассматривая ее как более или менее самостоятельное целое, связанное с Общероссийской Рабочей Крестьянской Республикой федеративными узами. Третье. Одновременно мы не возражали против образования различных советских объединений, оставляя разрешение вопроса о взаимоотношениях как с краевой, так и с центральной общефедеративной советской властью до более подходящего времени. 3 апреля 1918 года руководство Советской России, заслушав доклад Скрипника, официально приветствовало создание Федеративной Советской Украины. Все документы главнокомандующий войск Союза обороны Южных Республик Антонов-Овсиенко подписывал как главка верх Федеративной Украины. Украинская Советская Республика создавалась как федеративная, а Донецко-Криворожская Республика, то есть Донбасс, согласились войти в состав Украины исключительно на жестких условиях. Украина остается составной частью Советского Союза. Украина не носит характер национальной республики. Украина имеет федеративное устройство. Донецко-Криворожский бассейн имеет внутри этой федерации широкую автономию и сам определяет свой уровень взаимоотношений с Москвой и Киевом. Когда речь шла о нарушении первого пункта данных условий о выходе Украины из СССР, так называемые отцы-основатели новой самостийности Украины также обещали федерализм. Союз Республик имел свою логику. Равноправие, как и право выхода из СССР, на начальном этапе декларировались только для того, чтобы привлечь вхождение в Союз новых республик, чтобы расширить Союз до размеров всего мира, когда из него уже и выходить-то некуда будет. В 1922 году никакого равноправия республик не было. Была власть большевиков с центром принятия решений в Петербурге, а также рабоче-крестьянская Красная Армия, Всероссийская Чрезвычайная Комиссия. На чьих штыках, прикладах и наганах держалась молодая советская власть. О каком независимом и равноправном украинском государстве можно говорить, если УССР не располагала собственной армией и органами правопорядка, которые не находились бы в подчинении у Смольного? Именно украинизацией попытались скрепить в одно целое разношерстные территории. Для одного украинского проекта нужна идеология, фундамент и достижения, которыми можно гордиться. Никто до УССР ничего подобного не создавал. УНР не проводила индустриализацию, а самое важное для националистов, именно УССР провела украинизацию той территории, которая сейчас называется Украина. Это советский проект, московский проект. Почему он был сделан? Потому что дореволюционный проект был другой. Дореволюционный проект – это был проект триединого русского народа. И официальная царская идеология утверждала, что русский народ триединый, состоит из великороссов, малороссов и белорусов. Большевики хотели, победив белогвардейцев, естественно, разрушить белогвардейскую идеологию, предпосылки для белогвардейских идеологий. Для того, чтобы белогвардейщина не поднялась, они не только часть Донской области передали Украинской Советской Социалистической Республике, но и начали на государственном уровне политику украинизации. Это была часть общесоюзной политики коренизации. Очень четко удалось с помощью школы советской, репрессивного аппарата, в том числе ВЧК, и лично Лазаря Мелосеевича Кагановича, который занимал должность первого секретаря Коммунистической партии Украины, тогдашних большевиков, удалось провести политику украинизации и объяснить всем жителям Украины, что они украинцы. И записывали, не спрашивая украинцев всех, даже тех, которые говорили, да нет, мы малороссы. Ничего похожего на государство до 1991 года на Украине не существовало. Это была Советская Республика в составе Советского Союза. И даже республикой Украина называлась скорее формально, а по существу это был просто регион СССР, управляемый Кремлем.